Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы показать вам вот такую замечательную маздувалию и немножечко рассказать про нее. Это маздувалия стробили. В природе произрастает в Эквадоре и Перу на высотах 1400-1700 метров над уровнем моря. По содержанию является умеренно прохладной. Днем предпочитает температуру до 25 градусов, а еще лучше до 23. Ночью 13-15 градусов. Лучше поменьше даже. Влажность воздуха предпочитает от 60%. Освещение умеренное. У меня прямого солнца она не видит вообще никогда. И вообще она никакого солнца не видит никогда. Всегда под искусственным освещением. Искусственное освещение это 36-ваттные две флоры. А летом на даче просто вот в тени стоит. Посадка. У меня два экземпляра. Один посажен в пластиковый горшочек с дополнительными отверстиями по бокам. Субстрат здесь мелкая архиата, триферн, перлит, сверху мох. Есть еще один экземпляр. Он сидит на триферновом блоке. Вот он. Тоже сейчас цветет. Вот такой вот он. Но на блоке мне не очень нравится выращивать, потому что я его все время пересушиваю. Поэтому у меня всегда тут один цветочек. Хотя цветоносов бывает много. Она просто отсушивает их. По поливу. Моздували пересушивать сильно не надо до хруста. Но поливаю я с просушками, с небольшими. Болото в горшке чревато загниванием резомы. Также у меня постоянно работает вентилятор, что обеспечивает хорошее движение воздуха. Это мы сдавали, очень любят. Очень красивые, конечно, цветочки. Сейчас я покажу макросъемку. Немножечко снимала. Потому что они очень такие фактурные. Очень мне нравятся. Вот смотрите, какая это прелесть. Эта моздувалька вообще просто. Очень такие замечательные цветочки. Такие пушистенькие. Апельсинчики такие засахаренные. И очень мне нравится вне то, что она имеет очень приятный, сладенький такой аромат. В отличие от многих других моздувалей, которые просто такой аромат имеют, что нюхать их не хочется. Такая вот миниатюрная красотка. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь в друзья вконтакте. Если какие-то вопросы возникли по моздувале, пожалуйста, спрашивайте. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok